Чёрная гадюка И Рон Аткинсон В ролях Рон Аткинсон Брайан Блэйсет А также Элснет Грей Тим МакКиннери Тони Роддинсон Чёрная печать Англия, 1498 год В день святого Юнипера Король собрал своих приближённых Святой Юнипер однажды сказал Узнаешь ты его по его походке Осудишь ты его по длине органа его Длина моего Тайна для всех Кроме королевы И тысячи турецких шлюх Но есть у меня Два сына Гарри И ещё один Подойди сюда, Гарри Принц Уэльский Гарри Я назначаю тебя Капитаном охраны Великим начальником Северного и Восточного округов Главным лунатиком В Уэльсе Шерифом Ноттингема Маркизом Мидленда Лордом Палмейкера И вестником Обречённой крысы Выйди вперёд, Эднад Ещё один До сих пор титулы твои не были велики Герцог Эдинбургский И хранитель королевской уборной Дабилов Мы благодарим тебя за твою непосильную работу В Эдинбурге И освобождаем тебя от всей непереносимой ноши Отдавая герцогство твоё во владение Кузену Хайстингсу Спасибо, Милорд Что? Много радостного случается, Том Несмотря на то, что нет Больше юнипера Свежей лошади Мы поскачем в мятежный сток И подъедем к стенам города И прокричим Мы ценим ваше мужество Выходи Все, кто не боится Могло быть и хуже, Милорд Да, там был один момент, когда я уже было подумал, что вы потеряете контроль над уборной Нет, так не пойдёт Конечно, Милорд, вы абсолютно правы, так не пойдёт Я должен избавиться от этого и дать моей жизни взрасти семени величия Конечно, Милорд, так и сделаете Отлично Перси, ты уволен Я? А почему я? Потому что, Перси, ты далёк от идеала слуги великого человека Сними сначала леггинсы, идиот Быстрей Ты на лошади держишься хуже, чем мешок с навозом А твоим умственным способностям не позавидует и курица Если упомянуть интимную сторону твоей жизни То некоторые придворные дамы мне намекнули про её полное отсутствие Если ты оденешь соломенную шляпу, ты сойдёшь за дурака Но ты пытаешься сойти за умного Так что ты уволен Пошёл, Ван Ступай Понятно А что касается тебя, Болдрик Милорд, ты тоже уволен Справедливо Итак, Эдмунд удалил от себя своих посмешников и продолжил погоню за славой Надеюсь, что ты попадёшь в ту же канаву, из которой я тебя вытащил Не думаю, Сир Почему же? Эта работа заняла у меня много лет, так что я думаю, я буду пасти свиней или же изгонять проказу Правда? Да, и пройдёт много лет, прежде чем я окажусь снова в канаве Прочь с дороги! Собрались в путешествии! А ты решил, что я буду с тобой трепаться весь день? Вам понадобится кто-то для ухода за лошадью? Нет, и даже если ты так, то не ты Посмотри на себя Какая у тебя профессия? Боже, бывший танцор Кому это нужно? Но сможешь позаботиться о моей лошади? Следуй за мной! Итак, Эдмунд поехал по королевству английскому со старым мерзким слугой Блокэдер искал самых подлых людей в королевстве Сэр Вилфред Детт А вот и он? Боже! Сэр Вилфред Детт, ваша тирания подошла к концу Приготовьтесь к смерти через повешение на том дереве Никогда Сэр Вилфред Детт Эдмунд Я еще несколько человек, чтобы захватить власть в королевстве Несколько уже нашел? Трехполый пит Итак, договорились, кто выиграет, тому лошадь Итак, вы стреляете первым Да, хорошо Очень хорошо Мне придется жальничать Попал Присоединяйся к нам! Гри де Гластенбери Добрый вечер Сдавайтесь Кошелек или жизнь? На, бери Это все деньги, которые у меня есть Спасибо А теперь дай проехать Черт, я всегда говорю Кошелек или жизнь? Ну? А надо Кошелек и жизнь Вот так Спасибо, Нед Спасибо, Нед Увидимся в четверг Парень Дейлфред Нам нужен настоящий подонок Шон Ирландский ублюдок Пожалейте слепого, сэр Пожалейте слепого, милостивый сэр Шон Ирландский ублюдок А куда же подевались деньги? Думаю, ушли на чай-то обед Шон Шон Монах Я боюсь за ее невинность Таков мир Слычайшая роза бывает слишком рано Сорвана К сожалению Монах Белоус Да Я хочу знать Не будет ли она сорвана Пока я в отъезде Огромная ответственность Но Да Я отвечу Да Да Монах Работал на лорда Скорее контролировал Чрезмерную набожность Итак Кто седьмой, Вилфред? Ну, скажем так Жак Нет С ума сошедший Джек Осквернитель могил? Нет Когда Джек животное Растлитель скота И его пожиратель Нет Тогда ваш Джек Хулиган Убийца Козлов Так? Нет Ну, конечно Это же не Джек Пушка Воинствующий еретик И архи Диакон Нет Я говорю о непередаваемом Ужасном и жестоком Джеке Убийце скота И смещенника Вы уверены Что это именно тот парень Который нам нужен? Да А вот и он Большой Джек Поиграю с тобой и съем С нами, Джек Да Джек Джек, твое здоровье Джек, скажи мне Какая у тебя фамилия? Большой, Большой Джек Ну, тогда в нашей банде Тебя будут называть Большой Джек Ты такой маленький Ну, тогда почему не маленький Джек? Ну, потому что Большой Джек Звучит забавнее Да Хорошо Маленький Джек Ты издеваешься над моими габаритами? Нет, нет, нет Конечно нет Еще пиво, хозяин Шесть больших кружек пива И еще одно большое пиво А теперь перейдем к плану Давайте говорить о плане План Но вначале Тишина Монах говорить будет Вначале девиз нашего предприятия Смиренный, проклятый Их надо бы убить Подождите, что, у тебя как же план? План Вы забыли о плане Я думал, это и был план Давайте прямо сейчас возьмемся за смиренных ублюдков Тихо Какое тихо Я хочу хаоса Драка Резня Цветы Что? Под ногами Тихо Тише ради Бога Лорд слава говорить будет Ради всего святого Давайте послушаем план Очень хорошо План Астроумно В черту план Он гениален в своей простоте Сегодня я еду домой Куча железа, пока горячо, я бы сказал Но железо не горячее Да? Нет, оно пока прогревается А бороться мы будем, когда оно раскалится И что? Нам теперь до лета ждать Нет, до того, как железо нагреет Какое железо? И в север зашлю Что? Как? Ну, сообщение Знак Какой знак? Ну Наверное, нечто черное Да? Черный Путин? Не совсем Посланец с черной чумой Может Да? Да, это уже лучше Он хочет нас убить Хорошо, посланец с черными волосами То есть Черноволосый посланец Не знаю Да, а когда он к вам придет Бросьте немедленно все дела И бегите в таверну к Яспору А как Яспор поживает в это нелегкое время? Умер Как? Я его убил Отлично сработано Оттуда я вас отведу в замок Мы захватим короля Королеву и принца Я им скажу Королевство Туманного Альбиона наше И вы приговорены к жизни в ссылке Убираетесь Ссылка? Да Ссылка Ожизненная Но почему бы просто не убить их? Ну Я полагаю, можно убить Да, убить, убить, убить Нет, нет, подождите Помните? Ждите знака Если я увижу посланца с черными волосами по всей морде То я прикончу ублюдка Но как мы знаем, что это не ловушка? Блэк Эдер дает вам свое слово Но нам нужно твое слово А не какого-то там Блэк Эдера Я и есть Блэк Эдер Понятно А когда мы все это проделаем Англии будет править черная печать Мы, банда безжалостных ублюдков Будем просто Счастливы Все за одного И каждый за себя Вы в хорошем настроении, милорд Да Теперь меня никто не остановит Никто? Никто! Но может только... Нет Даже он не сможет А кто бы это мог быть, милорд? Ну Был такой человек Филипп Бургонский Которого враги звали Соколом Мы вечно воевали в детстве И в те времена его звали Дрозд Я о нем ничего не слышал Уже много-много лет Ладно Пора идти Столько работы еще надо сделать Не так быстро, Эдинбургский Что? Этот сокол Может он выглядел как? На самом деле нет О боже Филипп Бургонский Которого враги называли Сокол Но твоя лошадь Была такой большой Как это? Да Именно Ну Приятно было Повидаться, Фил Да Не так, Баэстро О боже Что тебе от меня надо? Потом скажу Наконец я вернулся Прошло целых 15 лет И чем ты занимался? Выжидал Строил планы И нянчил мою ненависть Планируя отмщение Да Ты был занят Да 15 лет во Франции Научат любого человека ненавидеть 15 лет пользоваться духами 15 лет жрать лягушек 15 лет говорить пардон И все из-за тебя Ну конечно Я сидел в закертине Мог выдержать запах А я-то тут при чем? При том, Эдмург Твоя смерть будет длиться Ровно 15 лет 15 15 15? Да Это как? Я думаю, будет забавнее, если ты сам догадаешься Намекну, что это связано с улитками О, нет Боже, куда ты? Во дворец, чтобы убить королевскую семью Узурпировать престол Который не принадлежит мне по праву Дорогой Господь Сотворивший птичек И пчелок И улиток Конечно Пожалуйста Помоги мне Я тоже животное К моему огорчению Я был грешником Но я исправлюсь И буду святее всех святых Даже самых набоженных Во имя Сына Отца и Святого Духа Аминь Аминь Что? Я сказал аминь Что? А что, я неправильно понял? Не слышал этого слова уже лет 20? А кто ты? Я не понимаю Эти шутки юмора Я не слышал слова компания уже 20 лет Что означает, что я не слышал так же слова освобождение Я уже забыл, каково это Ты не сумасшедший? Сумасшедший, спасибо Сумасшедший Это именно то слово, которое я повторяю себе каждое утро Я говорю привет, сумасшедший Джеральд Как ты сегодня? Я отвечаю Я сегодня опять схожу с ума А так, не так уж много изменений произошло, Джеральд Я говорю Нет, это было бы сумасшедшим их ожидать, да? Я сошел с ума? Сумасшедший Джеральд? Тихо, тихо Слушай, это может глупый вопрос Вопрос? Да Ты не знаешь, где отсюда выход? Выход Спустя год Он сказал, выход Да А я не слышал этого слова уже лет... Двадцать лет Да, да Двадцать лет, как мистер Крыса Я всегда говорю, мистер Крыса Что? Я сказал, мистер Крыса Доброе утро, мистер Крыса Как ты сегодня? А он говорит Но я не слышал... Пип-пип Прекрати, перекрати Нет Нет, ты не должен злиться Из-за мистера Крыса Да Он мой лучший друг А вот и мистер Ключ Мистер Ключ Мистер Ключ, я сделал его из собственного зуба Доброе утро, мистер Ключ Закрой эту чертову дверь Стоп, стоп Где я нахожусь? Я тебе скажу, где Где бы я не продавал этих черных домашних голубей Они всегда прилетали назад, вот так Черные домашние голуби Ну, в основном Сколько? Шесть шиллингов Черт Но если ты меня побьешь и привяжешь вот к тому дереву Думай, они тебе досанутся бесплатно Точно Как только часы прозвонят десять раз Я займу престол Думай, бургундию Думай, бургундию Эдмир, не ожидал тебя увидеть Человека несравнимой жадности Человека Думаешь, они выберут тебя? Да Он же бесслушный убийца Он уничтожит королевство И хорошо Он убил собственную семью А кто нет? Я свой точно убил И я свой А я твою Да 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 И правильно А я твоего отца огрохнул Вы со мной? Да Ты сдохнешь Но сдохнешь медленно и печально Почему же? Печально Джецельмены Ровно через минуту Шпион отправится к своим правотцам Тебя отрежут уши Оба? Да Топором отрубят руки И думаю, нам понадобится лекарство, чтобы ты не умер А также эти маленькие перышки, которые мы воткнем в то, что раньше было твоими руками. Это будет самая забавная часть представления. Джентльмены, а теперь пойдемте и уничтожим королевскую семью. Господь, храни короля, потому что больше никто не сохранит. Стойте. Сначала освободим служанок от их обязанностей и выпьем за успех нашего предприятия. Хвала Господу! И нам! Жало в заднице! Эдмунд! 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 Очнулся! Отец, ты меня назвал Эдмундом! Извини, Эдгар. Как ты? Не так, чтобы очень. Гарри, как ты думаешь, каковы мои шансы? Хорошие, хорошие, хорошие! Он будет жить! Нет, извини, я думал, ты про шанс попасть в рай. Черт! Не бойся, сын мой, твое тело может быть разорвано в клочья, но твоя душа будет жить вечно! Что ты сказал? Эдгар, прими! Я велел тебе отправить черную печать, а не добавлять яд в бочку! Черный плащ! Черная гадюка! И пусть его имя будут помнить люди столько, сколько нашу династию творили! Да ты... Да прибудет с ним Бог! Боже, вино ли это? По-моему, да. И я, наконец, буду королем Эдгар-Монт... Черная гадюка! Фильм озвучен по заказу ООО Арт-Медиа Групп. 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 Продолжение следует...